Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Марине Мексике удалось убедить Сашу Задойнова в своей искренности. Девушка пишет в своем блоге. «Я поставила себе цель, Задойнов мой, любой ценой. И вот позади истерики, слезы, конкурсы, разбитые в кровь ноги, измены и поцелуи с другими. Мы пара, мы вместе, мы готовы к финалу». Лиза Полыгалова заявила, что у нее с Ваней Барзиковым, с которым она в паре, было волшебство, и эту ночь они провели вместе. Юля Теплова решила устроить парням жестокую проверку. Она предложила Ване и Саше фиктивные отношения, чтобы попасть в финал и выиграть миллион. Барзиков прошел проверку, а Задойнов согласился на предложение Юли. Марина Мексика плачет, она не ожидала предательства от Саши. Проектный психолог Анастасия Булгакова поставила диагноз Саше Задойнову. Она написала в своем блоге. «Александр Задойнов – классический психопат. Он хладнокровно, смелой улыбкой перешагивает через людей при полном отсутствии совести». Оля и Глеб Жемчуговы продолжают ругаться. Ольга пишет, «Приехав из отпуска, мы не перестаем ругаться с Глебом. Я хочу на время отвезти ребенка к маме. Я беспокоюсь, что он растет в атмосфере постоянной ругани. Но Глеб выступил резко против этой затеи, и пока мы ни о чем не договорились». Начальник изолятора Илья Яббаров отправлен в камеру на четверо суток. А за что его отправили туда, пока неизвестно. Катя Кауфман в своем микроблоге прокомментировала новость о том, что после ссоры с ней Илья Яббаров отправился к своей бывшей девушке Маше Бухун. «Этой ночью у нас с Ильей возникли некоторые недопонимания. Илья в шутку согласился приехать к своей бывшей, но периметр он не покидал. Однако старая неудовлетворенная женщина приняла все за чистую монету. Мария – безотказная проститутка, она открыто предлагает себя всем подряд». Костя Иванов рассказал, что Саша Гозия свернется из отпуска на проект вместе с мамой и с дочерью. «Я сильно переживаю», – пишет он, – «как пройдет наше знакомство. Конечно же, я буду сдержанно относиться к Саше в присутствии ребенка, не буду к ребенку слишком навязываться, постараюсь сдержаться нейтрально». Илья Кротков заявил, что он против, что ребенок будет жить рядом со мной, но мне на его запреты глубоко наплевать. Тут решает только Саша. Как вы помните, Дима Дмитренко расстался с Ольгой Рапунцель. На лобном он кричал, что больше никогда не будет вместе с ней. Дима даже сделал романтик новенькой девушке Саше. Но ночью его планы резко поменялись. Когда в его комнату вошла Рапунцель, он не смог устоять. Ксения Бородина открывает новый интернет-магазин. Уже совсем скоро появится мой новый бренд. Это мой личный бренд, над которым я все это время работала и работаю. Я буду радовать вас моделями, которые сама придумала. Так что ждите. Инна Воловичева, Оксана Стрункина, Катя Колесниченко собрались в гостях у Салибековых. Их сыну Ильдару исполнилось два года. Женя Кузин открывает салон красоты. Открытие состоится в это воскресенье. Скажу честно, это что-то новое для меня, не судите строго. Элина Камерен требует от руководства Дома 2 полтора миллиона рублей. Девушка сказала журналистам. Я хочу, чтобы виноватые признались в том, что некрасиво и незаконно себя повели. Мне пришла идея предложить продюсерам шоу мировую и потребовать материальную компенсацию. Элина готова за эту сумму забрать заявление из суда, которое она подала на днях. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на телеканале ТНТ.